привет давайте начистоту помните ли вы во что играли в детстве лично я играла в то во что приходилось у меня был старый родительский компудатор который запускался исключительно при помощи танцев с бубнами было же время естественно тогда я не знала обо всяких халф-лайфах и gta да и мало того понятия не имела о том кто такой этот ваш торрент поэтому моими играми были либо те что мне приносили на дисках родители если кто-то еще помнит те небольшие магазинчики продающие такие диски как 10 в одном коллекционные издания и тому подобное в ином случае бесплатные игры скачанные только с тех сайтов которые высвечивались в поиске скачать игры на компьютер онлайн бесплатно на первых строчках одним из таких сайтов был my play city на нем можно было найти если не тысячи то сотни игр их издавали такие разработчики как alavar него софт и многие другие прекрасно помню как у меня было целой три папки забитые этими офисными играми оттуда такие игры не требовали какого-либо скилла и смысловой нагрузки ими являлись различные пазлы пасьянцы симуляторы маджонги поиски предметов аркады фермы tower defense и и несомненно бродилки и стрелялки последние были моими самыми любимыми так как являлись наиболее интересными и выделялись из общей массы убивашек времени вернемся же к сайту увы если вы сейчас на него зайдете то наверняка расстройтесь большая часть игр да и будет честнее сказать практически все исчезли с сайта остались только рекламные онлайн игры те самые которые ставились на ваш компьютер если при установке чего-либо вы не уберете пресловутую галочку в самом установщике больше вы не сможете там найти тех дорогих сердцу аркад и головоломок их попросту больше нет и навряд ли они когда-нибудь вернуться снова понятия не имею что произошло за то время пока я перестала следить за мпс если вы вдруг в курсе происходящего то можете рассказать сайт практически официально мертв больше нет тех коллекционных изданий нет огромных столбов с играми нет той атмосферы но это не повод грустить и кидаться под поезд хвала великому гири сайт под названием small games все еще хранит в своих недрах память о тех былых временах в отдельном разделе игры от my play city все еще можно скачать большинство игрушек но вы не все например я не нашла там алекса гордона страйкболл и большую часть игр серии небесное такси а теперь немного поподробнее о последнем если так подумать то эта игра стала моим первым аниме сейчас все расшифрую серии игр небесное такси начиная со второй части имела довольно приятный визуальный стиль навеянный стилистикой анимешек годов нулевых хотя это были скорее попытки в японский визуал но получилось довольно неплохо она же не имеют между собой сильного контраста была некая ламповая атмосфера переделанные в пятой части но поговорим мы об этом чуть позже вообще я хочу когда-нибудь сделать что-то по типу масштабного в каком-то смысле обзора на такси разобрать каждую часть обозначить плюсы и минусы рассказать какой-никакой сюжет и объяснить чем же все это кончилось и к чему привело вот правда только у меня запланировано для вас несколько игровых роликов плюс щитпосты никто не отменял поэтому не могу обещать какой-либо точной даты да и не думаю что кому-то это интересно также как и мне поэтому ждать так называемой истории серии скоро точно не нужно это будет скорее личный проект но может быть эта идея не такая уж и плохая делитесь своим мнением по этому поводу в комментариях будет интересно увидеть ту или иную точку зрения и так возвращаемся снова к игре не знаю чем меня так в детстве зацепила эта игра сюжет максимально простой персонажа тоже разве что приятная 2d графика хотя детскому мозгу ничего более не нужно бегай прыгай смотри на картинки но все же есть одна вещь которую стоит отметить саундтрек да не удивляйтесь в этой обычной бегалки на удивление хорошая музыка не остатлайн майами конечно но тоже достойный композитор игры достаточно постарался для того чтобы его музыка в игре могла подходить под настроение локации событий цеплять в определенных моментах вот прослушайте немного сами сюда исполните вот вот звучит весьма недурно не так ли слышится даже какие-то попытки в электро или синтвейв как итог довольно приятно для обычной детской аркады то на самом деле даже спустя столько времени что успела давно утечь с тех пор игру иногда хочется переигрывать просто из-за банального чувства ностальгии и так ролик уже подходит к концу надеюсь если вас не пробило на слезу то хотя бы появилось легкое чувство ностальгии возможно не знаю как вам но мне захотелось снова вернуться в то время когда все было невинным и светлым чтобы как в первый раз сыграть во все эти прекрасные игры от прекрасных издателей в очередной раз перепройти супер корову и конечно кто если не она способен спасти она спешит на помощь обосраться веселую ферму операцию жук страусины и бега небесное такси еще много-много разных мини игр какие мы играли раньше здесь была токи vhs mecca прощаюсь не навсегда а